Возведение уникального предприятия, где под одной крышей впервые в нашей стране будет проходить и сборка, и испытания спутников, вышло на новый этап. Началась поставка технологического оборудования на сборочное производство космических аппаратов. Термовакуумная камера была произведена в Италии. Оттуда груз доставлялся морским и речным транспортом до подмосковных бесед, откуда состоялась перегрузка на автомобильный транспорт и транспортировка, которую можно наблюдать на кадрах. Общий вес оборудования – 129,5 тонн. Камера состоит из пяти элементов, диаметр каждого – более 9 метров. Процесс перевозки по Московской кольцевой автодороге и далее по Щелковскому шоссе крупногабаритного груза прошел серьезное согласование с дорожными службами и полицией. Была разработана сложная логистическая операция. Состоялась перевозка двух элементов термовакуумной камеры – цилиндрической и задней секции. Транспортировка осуществлялась в сопровождении госавтоинспекторов. И даже дорожные знаки были временно демонтированы. На кадрах видно, насколько габаритный груз. Например, вес задней секции составляет 32 тонны, диаметр 9,5 метров. Чтобы минимизировать пробки на дорогах и обеспечить безопасность, перевозка уникального оборудования осуществлялась в ночное время суток. Движение сразу на трех дорожных полосах было перекрыто. Разгрузка же началась рано утром на строительной площадке сборочного производства. Мы сейчас с вами находимся на объекте и наблюдаем приход на объект термовакуумной камеры. Это элементы самые габаритные, которые изготавливаются вне пределов завода и поставляются сюда для дальнейшего сбора. Термовакуумная камера предназначена для того, чтобы имитировать космическую среду на геостационарной орбите. В данном случае по двум параметрам. Это по давлению, то есть безвоздушное пространство в вакуум и температурные режимы. Отгрузили доставленные конструкции на подготовленные железобетонные опоры. Процесс занял несколько часов. Итак, два элемента термовакуумной камеры доставлены. Нужно сказать, что и процесс транспортировки и разгрузки был весьма трудоемким. А оставшиеся три элемента доставят на объект в ближайшее время. В ближайшее время планируется приступить и к сборке оборудования. Объем термовакуумной камеры составит 600 кубических метров. В ней будет создаваться разрежение с помощью целого ряда насосов. 10 в минус девятой степени паскалей, то есть вакуум. В камере будет установлен специальный термоэкран, который обеспечит температурный режим от минус 150 до плюс 200 градусов по Цельсию. Именно испытания в термовакуумной камере определят, сможет ли спутник работать в космосе. Поставка технологического оборудования – это новый, важный этап возведения уникального объекта. Новый шаг на пути покорения звездного пространства.